Пою тебя, о Самарканд, твой чудный облик восхваляю, и твое сердце, Регистан, я вечно юным называю. Его биенье улукбек предчувствовал под небом звездным. О Самарканд, твой долгий век величием Тимура создан. Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Проект В. Время сейчас 5 утра, и я собрался в Самарканд. Так как ехать на метро было вообще не вариант, поэтому я вызвал такси. А на этих машинках мне пришлось ехать больше пяти часов, и это только в одну сторону. Музыка 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 на заправку газ будем доправлять или бензин наверное газ а вот а мы пока отдохнем а Вот я приехал в Самарканд Сейчас мы куда-то пойдем За мной, в принципе, очень-очень много Автобусов Видимо, отсюда все начинается В Самаркаде нас встретил наш гид Анора Она рассказывала нам на протяжении всей экскурсии Очень много исторических событий Конечно же, я не буду вставлять все ее истории в этот ролик Чтобы не затягивать его Я еще могу посоветовать вам самим посетить этот город И услышать то, что рассказывает гид А так как экскурсий проходит много Я понял, что каждый гид рассказывает историю Самарканда по-своему Первая достопримечательность, которую мы посетили, называется Гур-Эмир Это Морзолей Томерлана Его наставника Мир Саида Барака И некоторых членов Семи Тимова Также интерпретируется как Гур-Эмир Могила Миров Имеется в виду Мир Саида Барака Мир Саида Барака Мир Саида Барака После небольшого перекоса мы отправились на главную площадь Самарканда Регистан Площадь Регистан состоит из трех медресе Первое медресе Улубека было построено в 1417-20 годах Спустя два века было построено в медресе Шердо в 1619-36 годах И через 10 лет в 1946 по 60-е годы было построено медресе Тель-Акари В 2001 году Регистан вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО У самой площади очень интересная история, которую сможет поведать гид Почему именно здесь было возведено три медресе О том, что означают те или иные изображения на них Почему в двух медресе можно читать молитву намаз, а в одном нельзя О том, как одна из башен одного из медресе была отклонена И как ее восстанавливали архитекторы из России И очень много-много интересных историй, которые вы сможете услышать позитив в эту площадь вместе с гидом Субтитры сделал DimaTorzok Позади медресе Ширдор расположен древний торговый купол Чарсун Дошедший до наших дней шестигранное купольное здание Оно было построено в 15 веке, а во второй половине 18 века перестроено В 1500 году был завоен Самарканд и Бухара, основателем державы Шейбанидов К востоку от медресе Телякари расположены дахмаши ибанидов, представляющие собой нагромождение надгробий Старейшие из которых относятся к 16 веку После небольшой прогулки по улице Слава Макаримова и одновременному парку мы вышли к мечети Дебихана Градиозная соборная мечеть Тамерлана была восстановлена из руин в конце 20 века Мечеть была возведнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию О том, как появилась в Самарканде знаменитая величественная мечеть Дебиханун Ходит множество легенд и самых удивительных историй Так, согласно одной из них, мечеть была построена в честь матери и жены Тимура Другая же версия рассказывает вам о том, что любимая жена Тамерлана решила сделать своему супругу вернувшемуся Из очередного похода сюрпризом, построив мечеть До наших дней сохранились не все здания Дебихана Но утраченная постепенно восстанавливается и незаметно и органично перепутается с оригиналом Позже мы подошли к памятнику средневекового архитектуры в Самарканде Ансамбль Макзолея Кукараханитской и Тимуритской знати Шахизинда Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мазаливных, последовательно пристарающихся друг другу в течение 14-15 веков О данном месте ходит множество слухов Но какие из них верны, поможет рассказать только Гид Совсем скоро мы подъехали к Мурзалею, великого ветхозаветного библейского пророка Даниила В исламе Ходжа Даниор Его останки были привезены в Самарканд и захоронены среднеазиатским средневековым полководцем и завевателем Амиром Тимуром Согласно исторической книге Самария, пророк Даниор являлся одним из подвижников Исламского арабского проповедника Кусама Ибн Аббаса, который сыграл ключевой ролик насаждения ислама в Самарканде и его окрестностях В христианстве пророк Даниил – один из так называемых великих пророков, автор одной из ветхозаветных библейских книг – книги Даниила В иудаизме Даниил также один из самых почитаемых пророков В 1996 году 15-й патриарх Московской всея Руси Алексий II во время своего визита в Узбекистан посетил Самарканд В частности, мавзолей Ходжа Даниор Возле склепа находилось засохшее хвисташковое дерево, которое патриарх решил осветить И спустя некоторое время дерево вновь ожило Субтитры создавал DimaTorzok И в заключение мы посетили обсерваторию Улукбека Обсерватория Улукбека – одна из наиболее значительных обсерваторий Средневековья, построенная Улукбеком на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424-28 годах Остатки обсерватории были найдены и исследованы археологом Ваткиным в 1908 году Согласно сделанной реконструкции, обсерватория имела вид трехэтажной цилиндрической постройки А прибор открыт раскопками и хорошо сохранился в подземной части обсерватории И под конец мы посетили музей Улукбека и обсерватория Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok